ну что начинаем прямой эфир сейчас подождем немножко всех желающих несколько минут эфир сегодня я решил сделать на одной из самых последних интересных тем для меня на сегодняшний день привет Люся тема эфира это самореализация как вообще в принципе понять разобрать в чем себя реализовать куда двигаться вообще в принципе для чего двигаться сейчас еще подождем пару минут меня нормально слышно там еще были желающие расскажи чё как у тебя дела то как израиль как мама сегодня вообще в принципе такой энергетический очень интересный день о Анечка привет привет всем рад сейчас еще минутку подождем не знаю сколько эфир займет времени я думаю что полчаса час еще зависит от вашей активности можете накидывать вопросы пока я буду изливать свой поток вот еще раз тема реализации эфира повторюсь моя любимая тема на последнее время в последнее время себя вообще чуть такое для чего куда мы все время желаем двигаться это происходит по-разному у всех вот поэтому на эту тему какие вопросы есть оль привет 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 так ну ладно давайте начнем значит еще раз тема эфира повторюсь моя любимая тема на последнее время и на сегодняшний день а когда начал копаться тоже копаться погружаться эту тему понял что это в принципе тема моей жизни самореализация и вообще в принципе вопрос движения на потому что лично я всю жизнь двигался двигался по-разному в разные стороны и меня никогда не покидало это желание ощущение двигаться израиль прекрасно ему не хватает вашей банды представляю что будет с израилем я думаю что война сразу закончится если мы свои банды туда приедем достаточно тебя ли все пока а вот так что вопросы готовьте кидайте я начну пока говорить то что хотел сказать говорить я вы меня все прекрасно знаете могу долго но попробую без лирики глубокой философии компактно конкретно тоже этому сейчас учусь и блин круто получается и так движение до маленькое вступление есть такая прекрасная фраза движение это жизнь и она простая но она на самом деле очень емкая потому что ни для кого из вас не секрет что ничего в этом мире не стоит вообще даже камень обтачивается и постоянно меняет свои состояния размеры формы но я уже не говорю про природу все растет все меняется видоизменяется из зернышка растут любые растения деревья до люди рождаются взрослеет стареет умирает снова рождается поэтому движение оно всегда было и есть такое внутреннее ощущение что она всегда будет вопрос что это за движение и вообще в принципе как оно из чего создается и нафига оно нужно то все я делюсь своими ощущениями я с раннего детства сколько себя помню будучи еще ребенком мне всегда было интересно все новое новые игрушки новые занятия новые влечения новые люди новые игры то есть любое свое проявление всегда было интересно новое я вот только сейчас это по факту недавно осознал потому что раньше не придавал этому значения и поскольку жил так как жил то и дальше уже будучи молодым там в юности взрослым всегда очень часто менял какие-либо занятия работы бизнеса компании в которых работал компании людей то есть я погружался в какой-то процесс изучал его каким-то образом себя проявлял и затем мне просто переставал это быть интересным и я уходил из этих процессов как я уходил другой вопрос по разному уходил вот это мой определенный опыт в разный момент жизни об этом я рассказал видео личном знакомство себе канале youtube можно посмотреть но всегда меня тянуло в новое вообще всегда то есть даже в каких-то отношениях с людьми я вот прям сейчас прям в моменте вспоминаю проживаю все время хотелось снова мне хотелось какие-то новые поездки новые действия новые эмоции новые чувства на тот момент я вот как бы это создавал так как создавал да это было ну в определенном осознании да не скажешь это был не осознанно эту глупость любое наше состояние в любой момент жизни оно осознанно на тот в том уровне в котором это собственно нужно каждому человеку и тут когда я уже стал погружаться в себя до искать там причины следственной связи вообще в принципе пошел уже в состоянии вообще из желания создать свою дочь другую жизнь чтобы в жизни не было борьбы да не было какой-то каких-то дискомфортных неприятных ощущений более неприятностей да стал погружаться и стал замечать что во первых конечно же очень много за свою жизнь навешал на себя там барьеров мысли форм начал накладывать на свой опыт на ситуации и в какой-то момент пришел к сознанию самому мощному на данный момент тому что блин да я же просто всегда желал проявиться каким-то образом по-новому не всегда все было интересно новое у меня прям панический страх где-то на чем-то остановиться даже на ком-то о круто сейчас разберем анечка вот я короче понял блин можно же по-другому развиваться и проявлять себя да то есть просто слышать себя и одно из первых заданий упражнений я уж не помню откуда оно пришло сам придумал не сам придумал в банде в наше это произошло или откуда-то inside прилетел я просто тупо взял листочек ручку и выписал себе а вообще чем я себе интересен интересен именно то есть интересен по радости потому что вопрос интереса он прям возбуждает он будоражит он вдохновляет и без разницы что это да то есть продолжение этого осознания глубже проявление себя по-новому во всем вообще во всем в каждом своем движении в каждом своем действии слове поступки речи в чем в каких-то новых проектах идеях в отношениях с людьми знаю там в позиционировании себя в поиске себя вот именно каждый шаг по-новому и вот как и когда делаешь что это упражнение выписывая свои интересности себя же себе же да там не знаю мне интересно там прыгать с парашюта мне интересно там объединять людей в каких-то новых проектах мне интересно работать с людьми для того чтобы люди раскрывали себя раскрывали свои сердца чувствовали себя вообще по-другому чувствую жизнь по-другому и в эти самые моменты я как будто себя знаю знаете как это тут сегодня была тема интересная пришла в потоке там от катя нистерова и у меня там много чего еще сложилось как кубик какой-то кубик конструктор который вот внутри меня есть и после каждого взаимодействия с каким-то либо человеком без разницы просто вот беседа на улице беседа с близкими людьми с друзьями или это там не знаю в курсе в каком-то в личной сессии то как будто этот конструктор каждый раз собирается по-разному какую-то новую форму то есть после каждого взаимодействия как будто ты обновляешься и вот это просто супер офигенно попробуйте с собой понаблюдать все это когда прочувствовал и прям глубоко осознал что вы через новые взаимодействия через новые проявления через новые действия у тебя просто совсем другие ощущения то есть мало того что раскрывается какие-то твои новые части грани к этому добавляется какая-то внутренняя уверенность которая подкрепляется вот этим потоком энергии изнутри и ты просто еще больше ярче вдохновляешься и у тебя просто прет вот вопрос давай им сразу у меня прям панический страх где-то на чем-то остановиться и даже на ком-то а здесь вопрос сразу к тебе следом что значит страх остановиться то есть как ты это чувствуешь я понимаю чем ты говоришь здесь знаешь еще может быть какая природа опять же из наблюдения своих своей жизнью своим проявлением своим опытом и взаимодействие с людьми из наблюдения за людьми могу сказать следующее что у нас все таки есть какие-то мыслеформы убеждения и мы когда начинаем что-то новое делать без разницы что знакомиться с новыми людьми или там как себя проявлять то у нас сразу включаются различные программы типа ожидания планирования предположения и загадывания конечного результата то есть предположим не знаю там есть идея бизнеса и ты сразу закладываешь туда какие-то затраты начинаешь считать блин затраты такие значит мне нужно сделать то-то то-то для того чтобы заработать столько-то столько-то и там закрыть все вложения в течение года да и через год я их закрою все капец все вот этим вот планированием даже не самим планированием а ожиданием уже и действуя строго по этому плану и никак по другому мы блокируем все остальные варианты возможные развития событий да то есть все мы закрываем двери весь остальной мир и вообще во все и действуем строго по этому плану ожидая конкретный тот результат а ведь может происходить вообще как угодно я не говорю о том что не надо планировать можно кидать план развития но допускать в каждом шаге то что может произойти все что угодно как а-ля хорошее так и плохое и именно вот в эти моменты когда начинает происходить все не по плану или мы допускаем ошибки что-то идет не так мы начинаем останавливаться или вдруг нет подтверждения от нашей деятельности мы же как мы начинаем себя проявлять мы сразу ищем подтверждением а правильно ли мы себя проявляем а правильно ли это происходит да и все то есть мы начинаем проявляться даже идет какое-то вдохновение начинаешь там типа наполняться и в какой-то момент берешь и останавливаешься блин а ничего не происходит а не происходит потому что есть вот этот сам факт ожидания планирования и ожидания конечного какого-то промежуточного итога и мы останавливаемся да но это опять же из моих наблюдений вот отсюда этот страх а как по другому да я скажу простую банальную вещь доверие и допускание себе в любой момент закончить тот процесс который ты начал то есть там даже там начал предположим рисовать картину у тебя опа идея есть вдохновение есть начал рисовать наполовине предположим закончил чувствуешь что дальше все не прет но дорисовать же надо так вот не надо на мой взгляд ее дорисовать если сейчас отпало желание ее рисовать оставь и займись тем что тебе сейчас реально по кайфу начни другую картину или вообще другое действие вот в этом фишка и такой маленький секрет то есть допускать себе останавливаться с позиции не страха да а просто хоп остановился а для чего остановился потому что скорее всего может быть устал потому что там надорвался может быть уже не интересен этот процесс и все и делай что-нибудь другое а мы ну большая часть людей приучаем себя с раннего детства да через общество через других людей не они виноваты мы сами себя через них приучаем к тому что начал дело надо его закончить обязательно его надо закончить и вообще у тебя есть одно дело твоей жизни да кто-то там это превращает в поиск некой божественной сути нет никакой божественной сути есть реальное проявление себя в моменте да там в секундном моменте в дневном моменте в недельном моменте если тебя прет от какого-то процесса месяц блин занимайся им если он тебе этот процесс какое-то проявление надоело в течение дня да все оставь его займись другим то что тебе по кайфу а вот эти вот наши шаблоны того что надо закончить да и ожидание вот эти вот результаты это конечно сразу все разрушает я понимаю что это страшно что это ново что это вообще по другому не так как большинство людей привыкли да это не значит что надо все взять дела и бросить которые начинаешь нет можно взять паузу можно отложить может быть реально просто вот в данный момент у тебя есть желание просто тупо погулять да душа твоя захотела погулять воды попить не знаю поспать что-то другое сделать вот это по поводу страха то что я думаю да можешь написать свой инсайт откуда у тебя это страх природа этого страха что ты чувствуешь в этот момент остановиться да и опять же по поводу остановиться здесь же не перестаю уже всем говорил еще раз повторюсь есть точка обзора такое наблюдение наблюдение за собой за своим внутренним миром за своими внутренними ощущениями за своими чувствами за своими желаниями проявить себя вообще в принципе за своими желаниями всеми да и когда ты занимаешь точку обзора и просто это не значит что ты просто вот постоянно следишь за всем за собой за всем не просто ее занимаешь и ты уж совсем по-другому чувствуешь даже ту же самую остановку да я не призываю никого бежать без оглядки и делать все подряд ни в коем случае я говорю о том что делать из интересов радости для себя из вдохновения из получения нового опыта который даже может быть страшно идти но фишка в том что да Жаня мы с тобой сегодня потренировались да там ой я это сделаю потом да потом в понедельник в следующей жизни страшно капец но зато когда вот ты чувствуешь что хочешь туда ну вот блин хочется как-то по-новому сделай маленький незначительный шаг и ты просто офигеешь от того что будет происходить и самое главное от того что ты будешь чувствовать потому что сделав вот этот маленький шаг сразу в моменте создается другая реальность реально маленький шаг в этот страх и как правило эти страхи улетучиваются просто ты даже забываешь о том что ты боялся да многие говорят да блин не было никаких страхов не помню никогда такого не было так вот и вопрос как так что-то организовать чтобы быть бесконечно свободным в выборе как так что-то организовать чтобы быть бесконечно свободным в выборе ну я уже повторюсь да вопрос этот не видел а здесь еще раз говорю допускание того что любой процесс который ты начинаешь да любое свое проявление желание которое ты запускаешь и начинаешь делать какие-то шаги может тебе в какой-то момент просто надоесть и перестать быть интересным вот по моим ощущениям по моим осознаниям это наверное ключевой момент то есть не стремиться доделывать все прям до конца до конца именно сейчас или в запланированный такой период а просто допускание что может пойти как-то по-другому оно вообще хрен знает как может пойти но сама идея само желание реализовать себя оно уже этого уже достаточно для того чтобы позволить себе начать что-то делать делать какие-то первые шаги даже по прописанному плану но еще раз говорю допускаешь что пойдет все не по плану и оно как правило идет не по плану и дальше вопрос твоего отношения осознания да того что блин ну не по плану так не по плану когда ты начинаешь это допускать то происходит не по плану и очень круто происходит и в конкретный момент ты в каком-то шаге в какой-то ситуации начинаешь четко сна блин круто круто что допустим я вот это поделал кайфанул и сейчас я не хочу этого делать все это идея себя и жила это проявление себя и жила но это сам процесс этот он дает еще что-то как правило другое как минимум дает сам процесс которым ты наполняешься кайфуешь ощущаешь жизнь проявляются эмоции чувства какие-то знакомства ситуации новые идеи и все и допустить то что этот процесс может закончиться так же и в отношениях с людьми да мы же очень часто держимся за отношения да и боимся их отпустить у меня на самом деле достаточно глубоко эта программа сидела я всю жизнь тяжело с людьми расставался да там особенно когда какие-то команды создашь проекты какие-то коллективы компании да дружеские компании то так настает какой-то момент когда на все уже нет такого драйва кайфа и тяжело с людьми расставаться тяжело из этой атмосферы уходить да и мне всегда давалось очень тяжело прям я до последнего сопротивлялся всегда сейчас я осознаю что ну просто поблагодари и можешь в этом же пространстве делать как-то по-другому либо вообще по-другому делать то есть это уже прожитый опыт я уже кайфанул я уже получил некий опыт реализовался что-то создал и уже дохочу дальше по-другому точно страх осуждения себя все бросая ничего до конца не довожу а ведь это классно всегда можно вернуться к делу заново новый да это был мега шаг Данечка я понимаю о каком шаге ты говоришь и вот видишь вот все в мелочах реально в мелочах мы еще раз повторюсь ищем какие-то там божественные сути какие-то там свои проявления которые там чуть ли не изменят мир создадут новую планету не знаю какой-то будет офигительный проект который повлияет на все человечество и поможет всему человечеству или какому-то отдельному направлению и вот мы начинаем ожидать эту божественную суть когда же она к нам придет когда же мы ее раскроем и перестаем абсолютно замечать те вещи которые происходят вокруг нас ведь мы же реально в каждом шаге действия каким-то образом в пространстве в котором находимся мы этим шагом создаем вот миллион раз в секунду ту самую реальность которую желаем создать и поэтому еще раз скажу не заканчивать дела я еще раз не призываю вообще бросать все дела там в каждом шагу нет, просто идти в это осознанно и с этим чувствованием вообще каждого шага чтобы этот шаг был интересен чтобы он был по кайфу без осуждения себя без притягивания осуждения точка обзора со стороны а кто что скажет а кто что подумает у нас тоже очень глубоко сидит у многих в том числе с этим работаем с взаимодействием с людьми когда у людей просто невероятные таланты я когда с ребятами общаюсь в сессиях и в курсах и в живую да то есть у меня такая уникальность которой я просто благодарен сам себе духу своему я очень быстро чувствую и вижу человека и у меня откуда-то изнутри идет осознание видне того вообще как человек себя может проявить то есть это не заставление его что-то делать а вот у меня просто какой-то сканер внутренний я вижу во-первых в людях где у них идет расщепление где они себя разбивают разламывают на части как эти части можно собрать да как человека направить в то чтобы он сам себя собрал и в этом процессе я начинаю чувствовать людей и направляя их достаточно быстро в то как они могут себя проявить причем просто люди сами это вспоминают об этом говорят и такие люди то есть не было ни одного человека вот в моей жизни и вот в последнее время у которого не было бы каких-то талантов и уникальностей и они не лучше не хуже не больше не шире да вот их вообще ну как-то сравнивать ну у меня вообще желание сравнить нет мне кажется это ну какая-то беспонтовая история сравнивать таланты вообще без разницы просто когда у человека загораются глаза да и он там не знает фотографии да там он фотографирует просто вспоминает что он любит фотографировать он вдруг открывает там свои какие-то не знаю соцсети или еще что-то он вроде не занимался этим но опа видит бля я же так умею выбрать ракурс мне же реально это по кайфу да или там человек рисует и всю жизнь стесняется ввиду каких-то убеждений показывать это миру да ведь фишка же еще в чем да это следующее о чем хотел сказать мы создаем себе некий опыт жизненный да накапливаем этот опыт собираем информацию тем самым мы создаем вот эти внутренние уникальности свои таланты то есть мы с ними по моим ощущениям и приходим и в то же время мы их каким-то образом регенерируем преобразуем в течение жизни для того чтобы проявлять миру как только мы запрещаем себе это делать то сразу абсолютно очень быстро это выражается в нашей реальности в нашей материальной действительности в нашем пространстве да происходит внутренняя боль сопротивление это выражается в отношениях в здоровье да во всем вокруг да возникает такой сначала маленький дискомфорт потом это перерастает и чем больше чем чаще мы себе запрещаем свои провеления чем больше мы запрещаем себе реализовывать себя проявлять себя по-новому тем хуже мы себя чувствуем но опять же хуже это определенные чувствования которые мы также себе создаем для чего-то но фишка в том что можно чувствовать по-разному можно чувствовать жизнь из себя через боль да через злость через ярость через страдание через лень а можно чувствовать по-другому да через счастье через радость через любовь через интерес через там не знаю оптимизм да через реализацию себя по кайфу и тогда реальность создается другой то есть в любом случае в любом случае если вернуться к движению к вопросу движения мы в любом случае двигаемся в любом случае то есть мы не останавливаемся мы останавливаемся и то мы становимся материальной действительности тогда когда мы умираем да то есть останавливаются наше тело да наши вот эти процессы в теле физическом что происходит дальше это уже другой вопрос да и у каждого свое ощущение видение этого душа переходит ли она дальше это вообще отдельная история тоже можно об этом будет поговорить в прямом эфире как-нибудь но остановка вот именно в этой материальной действительности в этой реальности именно в этой в которой мы сейчас с вами находимся ведем прямой эфир она происходит через смерть а вот маленькие остановочки которые мы создаем себе запрещая действовать реализовывать себя двигаться как-то по кайфу с интересом появляется по-разному у всех по-разному через рак через инвалидность через отсутствие отношений через там депрессии через не знаю там то что люди сходят с ума в общем еще раз все по-разному поэтому когда ты двигаешься в новое двигаешься даже где-то в страх но с таким драйвом интересом то вообще все по-другому происходит что мешает этому еще раз говорю умешает наш собственный опыт да который мы там собираем всю жизнь и создаем какие-то себе препятствия чтобы в конце концов все-таки вспомнить на мой взгляд что блин я хочу себя проявить миру я же блин у меня столько всего внутри у меня такой опыт у меня такие там знания умения интересы которые не то что я могу вот прямо взять их там вот это накопленное да нет а вот это все сгенерированное внутри через это да открывает некий поток и желание вот это новое вообще новое создавать да это был мега шаг я мимикрировал я очень рада что ты помог мне вернуться на землю анечка я просто обожаю твои комменты мы с Аней сейчас в творческом пространстве общаемся и лично общаемся и я получаю огромное удовольствие от этого общения взаимодействия потому что ты очень уникальный человек и про твои таланты про твои эти вот твои творчество да оно просто безграничное и и когда ты вот прям позволишь себе полноценно по кайфу это все проявляется просто ты наполнишься и в таком потоке все это будешь делать что тебя уже не остановить вот а там вообще будет не остановить то есть движуха будет постоянно и ты даже не представляешь да и не надо представлять в какие стороны как оно будет происходить просто позволь этому быть так что еще я хотел сказать по поводу реализации себя по поводу реализации себя ну наверное основное это я уже сказал то что хотел передать как это делать да как в принципе во первых есть люди кто реально в вопросе блин а как же мне себя проявить я в начале эфира уже сказала из практик просто возьмите листочек и напишите а чем себе я интересен сначала я интересен что мне интересно от самого себя кому-то это просто будет кому-то непросто ну возьмите напишите 30 пунктов да и дальше просто погрузитесь в каждый этот интерес и спросите себя вообще а я это позволяю себе этот интерес когда я вообще в принципе последний раз проявлял этот интерес то есть все что угодно может быть реально все что угодно многие люди там всю жизнь мечтали заняться танцами не для того чтобы стать чемпионом мира по танцам а просто вот им эта движуха нравится танцы но они все время стесняются да то есть вот с этим желанием вот это желание танцевать это интерес этот драйв от танцев да которые они уже там заложили в это желание они сами себе запрещают и сделав первый шаг например да как там тоже было в моей практике человек пошел на пробное занятие все его не остановить было во-первых оказалось что он очень круто танцует реально то есть вроде как бы не танцевал типа всю жизнь там ходил на дискотеке еще куда-то а он так чувствует музыку так чувствует тело что с первого пробного занятия ему там тренер говорит слушай ну ты как бы вообще занимался где-то у тебя вообще какое-то уникальное чувствование ритма и все и человека не вытащить это его хобби его это очень наполняет его это настолько наполнило что он через это вдруг у него начали появляться другие идеи то есть он пошел в это свое желание с интересом раскрыв сердце еще больше пустив этот поток энергии радости да у него сразу этот поток пошел дальше в творчество да начал создавать там другие идеи проекты в которых так же стал наполняться они тоже очень прикольные уникальные и вот в этих мелочах все и складывается да то есть мы не придаем же этому значение мы выстраиваем свою деятельность из ну из основных шаблонов которые в нас сидят генетически сидят духовно даже они сидят из рода из нашего из поколений из наших из всего человечества из всей планеты да это желание комфорта это желание денег благ что типа только для этого в первую очередь нужно себя реализовывать работать там не знаю что-то создавать чтобы получить деньги и вот уже когда получу деньги тогда я заживу поеду путешествовать куплю себе дом создам семью машину организую пассивный доход и буду жить по кайфу у кого-то это получается у кого-то нет у каждого своя история но тем не менее сам процесс потом происходит у всех по-разному и не всегда он комфортный точнее он практически ну он всегда не комфортный потому что изначально желание и вот это вот осознание что нужно сначала заработать денег получить блага и тогда я буду счастлив и заживу и позволю себе какие-то другие радости вот так вот как бы живет большая часть людей не знаю сколько но по моим наблюдениям в моей реальности очень много таких людей а как по-другому так вот так по-другому позволять себе больше радоваться проявлять себя именно вот из этих ощущений из интереса к себе даже в самых мелочах в самых дебильных как казалось бы вещах в том числе из какой кружки я пью там тоже истории там были когда девушка давно хотела заменить посуду дома и она настолько ее напрягала она знала какую посуду она хочет купить домой но себе запрещала это сделать потому что там не знаю мужу по-моему или кому-то дома нам нравилась именно эта посуда да и мы начали разбирать эту посуду и вывели в новое решение что можно эту не выкидывать купить себе персональную посуду пить из той кружки из которой хочешь и вы представляете вот эта маленькая мелочь да привела человеку к очень глубоким осознаниям реально через чашку блин понимаете то есть человек запрещает себе чашку которую она хочет которая стоит 300 рублей создавая тем самым вообще другую атмосферу дома купив эту чашку она увидела что всем пофигу из какой чашки она пьет каждый ест и пьет из той посуды которая хочет и она просто охренела и вот это ее осознание и отношения да к тому что она в эту чашку закладывала кучу всего она вдруг увидела и вдруг даже изменения дома пошли и отношения к ней потому что ее отношения изменилось и восприятие к этой самой чашке я могу много таких примеров рассказать но суть там одна да что мы себе сами запрещаем себя проявлять не кто-то нам запрещает а мы сами своими убеждениями своими страхами своими там мыслеформами своей болью какой-то своим опытом да и и классно что люди все больше и больше просыпаются идут в это во все да все чаще и больше себя проявлять я не говорю что этого никогда не было если бы этого никогда не было то не знаю мы бы там с вами не проводили прямой эфир потому что именно человеческое желание к этому комфорту да создало мобильные телефоны технику интернет да но как правило это все создают люди из своих вот этих внутренних желаний реализовать себя создать что-то новое для себя в первую очередь по кайфу практически каждый проект практически каждая вещь которая создана в этом мире человек в первую очередь создавал из идеи для себя для себя любимого для того чтобы ему было как-то интересней комфортней приятней радостней жить поэтому давайте перестанем себе это запрещать да принимать и осознавать то что нам мешает это делать идти в эти процессы осознания также с интересом потому что многие боятся идти в разбор там тех моментов которые им мешают почувствовать жизнь по-другому реализовывать себя по-новому или как-то по-другому даже может быть старые процессы но по-новому они думают что это какое-то глубокое копание ковыряние трансформации какие-то сложные какие-то методики погружения это кто сейчас посмотрит прямой эфир прям в прямом эфире да ребята уже знают на самом деле где-то это может быть страшно но когда ты в это идешь ты просто офигеваешь от того что происходит как меняется твое состояние из этого состояния меняется твоя реальность в том числе тебя начинают окружать другие люди создаваются другие ситуации и самое главное чувство жизни вообще другое да да и вот в том числе мы с катей новиковой подготовили курс который перенесли на понедельник, вот, и в этом курсе как раз таки мы назвали «Зжигаем звезды», потому что вот это наша уникальность чувствовать людей, раскрывать свое сердце так, чтобы раскрывались и другие сердца других людей, да, люди в себе проявляли вот этот поток энергии и просто уже, там, меняли свою, создавали, не меняли, создавали свою реальность вообще другой, да, вообще другой, и мы это в курсе будем делать по-новому, без глубоких трансформаций, без, там, глубоких погружений, вообще по-другому, мы придумали новый, новый, новый вариант, новые идеи, как это можно делать, и мы хотим сами это тоже прожить для себя же, потому что это желание лично у меня реализовывать, раскрывать себя все ярче и ярче, оно, оно дальше все сильнее и сильнее, вот, мне уже эту движуху в себе не остановить, поэтому возникла идея нового курса, в котором будем «Зажигать звезды», и перенесли на понедельник, чтобы кто-то попросил перенести, там, еще что-то, и, в общем, чтобы побольше людей собрать и устроить мощную движуху, так что присоединяйтесь, рассказывайте, кому это может быть интересно, пусть тоже присоединяется. Вот, ребят, по поводу движухи, вижу, вопросов нет пока, да, и, наверное, закончим, потому что то, что я желал сказать, я сказал, вот, опять же, могу бесконечно эту тему разбирать, кучу примеров приводить, делиться своими идеями, у меня их уйма, в том числе, кстати, для этого я стал сорганизатором творческого пространства, потому что я реально хочу, чтобы люди встречались, знакомились, позволяли себя проявлять хотя бы пока в этом пространстве, где не будет какой-то внешней оценки, да, которую мы, опять же, сами себе придумываем, то есть пространство осознанных людей, которое позволяет себе и другим себя проявлять, реализовывать, и я прекрасно знаю, что в этих процессах люди и себе становятся интереснее, и друг другу становятся интереснее, и в этом рождаются просто невероятные вещи, и я хочу быть участником этого, я хочу за этим наблюдать, я хочу объединять идеи, раскрывать новые идеи, создавать новые проекты, новые отношения, и вообще все новое, новое, вот, это по поводу творческого пространства, энергетер, да, мы все энергетеры, благодарю тебя, Анечка, так, благодарю, ребят, всех за прямой эфир, за всех, кто посмотрит это видео, видео я выложу в творческом пространстве, скорее всего, выложу на ютуб канале, в эфиры буду выходить сейчас, думаю, есть желание выходить почаще, и в закрытые, и в открытые, в общем, всем рад, для всех открыт, всем глубокого чувствования себя, своей жизни, реализации себя, реализуйте, идите в интерес, даже в страхе идите в интерес, даже в боль идите в интерес, даже в свой внутренний ад, и в свою темную сторону идите с интересом, это реально круто, когда сознаешь это, то вообще все по-другому происходит, так что всех люблю, всех обнял, до новых встреч, всех благодарю, пока.